Здравствуйте! Добрый день! Компанию МЗАП. Всех приветствую! Кратенький обзорчик. Сейчас снимем по автомобилю, который находится у нас сейчас в ремонте на техобслуживании. Сантафе поступила к нам с жалобой. Подклинивает педаль сцепления, механическая трансмиссия. Пробег 240 тысяч. Со слов заказчика, сцепление ни разу не менялось. Разобрали диск сцепления, корзину. К сцеплению вопросов особо нет. Очень, кстати, по износу. Очень аккуратно, видимо, владелец эксплуатировал автомобиль. Но у нас проблема достаточно распространенная. Это выход из строя двухмассового муховика. Разбило его. И опора коробки задняя. Подрамник сняли. Визуально сразу не видно. После демонтажа вырвано. Как раз была определенная вибрация. На кузов передавался из-за этой опоры. Поехали дальше. Продевку получается у нас примерно плюс-минус за 200 сразу, да? Да, да. За 200. И сцепление действительно комплект похож на оригинальный. На самом деле. У нас тут техническое обслуживание. Владелец, заявленный работой, значит, приехал заменить после ремонта рулевой рейки в стороннем сервисе левую рулевую тягу. Отремонтировали рулевую рейку в стороннем сервисе. Тяг в наличии у них не было. Сказали, ну, потом в сервисе поменяешь. Приехал на замену тяги в процессе разборки. Еще выяснилось, что и пыльник на рулевой тяге порван. Ну, как так ставили рейку, неизвестно. Ну, в общем, будем менять сейчас и тягу, и рейку. То есть и пыльник на рулевой тяге левый, да? Ну, и сразу наконечник ставим новый, потому что, ну, смысла нету оставлять старый. Все равно делается под развал. Вот машина в работе. Ждем будущего запчастей со склада. Люфт шлицового соединения. Да, есть. Ну, владелец об этом знает. Мы в рекомендации до этого указывали ему. Ну, пока нет, наверное, средств на ремонт. Ну, а вообще, лучше паутировать автомобиль, если бы такой люфт. Я посмотрел, градусов 20, наверное, 25. Ну, сейчас, я думаю, под нагрузочкой снег выпадет. Где-то там на бордюр надо будет заехать. Где-то человек, если там побуксует, то шлицевое соединение провернет. Ну, автомобиль станет переднеприводным. Тогда, после того, как он станет переднеприводным, я думаю, владелец побыстрее приедет на ремонт. Очередная Санта-Фе. Приехала к нам с течью масла с углового редуктора. Вот. Масло посмотрели, очень похоже на коробочное. Да, то есть не трансмиссионное с редуктора, а с автомата. Демонтировали редуктор угловой. И выявили, что пробита заглушка корпуса дифференциала. Предположительно, по нашей версии, владелец занимался саморемонтом. Обслуживал шлицевое соединение. И очень много смазки заложил на вал. При установке раздаточной коробки излишним количеством смазки выбило вот эту вот заглушку. Заглушку? Да, получился гидроупор. Да, да, да. Доказательство этому. Смотри, с той стороны. Посмотри, сколько набросало. Это тоже отсюда. С другой стороны привода. Вот смазка. Вот она, смазка. Это тоже оттуда вся вылетела. То есть набили, ребята, полную смазку. Ну, не пожалели, да. Ну, выясняется, все-таки Машу каши испортить можно. Переборщили, ребята. Но за то, что лицевое соединение целое. В чем-то какие-то плюсы есть. Также у нас продолжает работу наш кузовной цех. Наши спецы на данном автомобиле удаляли коррозию. Ну, болезни их, да, над лобовым стеклом. Рыжики-рыжики. Все это выступает со временем, с годами. Вот здесь уже все зачищено. Можете посмотреть, прям до чистого металла. Идеально просто. Никаких следов бывшей коррозии, ничего нет. Здесь также будет выполняться замена лобового стекла. Все эти работы выполняются только со срезом стекла, потому что иначе коррозию не искоренить, как говорится, на корню. Так, вот еще у нас очередной автомобиль. Выполнили замену порогов полностью с удалением всех очагов коррозии. Пороги новые, усилитель порога новый. Задняя полка, все это новое восстановлено. Вот сейчас готовим автомобиль к окраске. Да, я их вставлю в фрагменте, покажу, какие они были. Сняли накладки и видим, что вот такие вот уже есть отверстия. В целом, поднищу кузов, конечно, уже изрядно подустал. Идем, 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 идем. И самое интересное вот здесь нас ожидает. Полный абзац. В камере у нас автомобиль Kiosit. Окрашиваем заднее правое крыло после небольшого ДТП. Ну, скоро автомобиль будет готов. Не забываем про то, что у нас работает кузовной цех. Больше информации в телеграм-канале в нашем. Ссылка будет в описании. Заходите, ждем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok